Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я хотел бы представить вашему вниманию коррективную иммографию, то есть труд многих людей, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». Я вхожу в число соавторов. Наряду со мной в число соавторов входит Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии и ряд более молодых исследователей, доцентов Нижегородского государственного университета имени Николая Ивановича Лобачевского. Я являюсь редактором этой монографии. Эта монография была издана в 2016 году в издательстве Санкт-Петербургского политического университета имени Петра Великого. Я предлагаю вашему вниманию эту монографию, потому что она рассматривает и решает очень крупную теоретическую проблему. Как известно, теоретически крупные проблемы имеют фундаментальное и практическое значение. Проблему сокращения рабочего дня. Вот эта проблема не рассматривалась, не анализируясь в таком развернутом виде на протяжении нескольких десятилетий. По моим оценкам, это минимум 50-60 лет в Советском Союзе, ну и полагаю, что и за рубежом тоже. А проблемы это очень важные. Вот о чем говорят люди, о чем их, что их волнует, их волнует. Сколько мы будем работать каждый день, да, и соответственно, кого будет наша трудовая жизнь по продолжительности. Вот пенсионная реформа нынешняя, она этот вопрос поставила очень остро. Вопрос о величине трудовой нагрузки. Есть какая-то закономерная динамика, потому что может сложиться впечатление, что есть какие-то приливы-отливы, что сначала в один период может сокращаться рабочее время, прежде всего рабочий день в какие-то периоды возрастает, и здесь нет никакой закономерности. И вот, чтобы разобраться в этом вопросе, мы провели специальные исследования. И вот подошли к этому не просто так, что мы фиксируем статистику, каков был рабочий день. А он вот менялся, да, на протяжении столетий он, очевидно, совершенно понижался, но были всплески, повышения его. И как-то, так сказать, это с одной стороны. С другой стороны, говорили, что вот сокращение рабочего дня и сокращение рабочего времени – это результат повышения производительности труда. А что мы видим? Что за сто лет производительность труда повысилась в экономически развитых странах в десятки раз, в десять как минимум, а рабочий день сократился в десять раз. Он был там сто лет назад, там, девять, десять часов, уже и восемь часов, а сейчас он вовсе не один час. И как-то тогда становится неочевидной связь между повышением производительности труда и сокращением рабочего дня и сокращением рабочего времени. И вот это общее утверждение, на самом деле, оно правильное. Надо было как-то проверить и более, так сказать, развернуто обосновать. И вот этим обоснованием мы, коллектив авторов, и занялись в этой иммонографии. Мы исходили, прежде всего, из-за рассмотрения того, как меняется общий фонд рабочего времени, затрачиваемый на производство общественного продукта. Вот выяснилось, что с повышением производительности труда происходит закономерное сокращение фонда рабочего времени в производстве. Сначала относительно фонда рабочего времени в непроизводственной сфере, а затем и абсолютное сокращение фонда рабочего времени в производстве. То есть общество для того, чтобы производить все возрастающую массу материальных благ, продуктов, Затрачивает все меньше и меньше времени. И вот это открывает возможность для сокращения рабочего дня. Понятно, да? Но спрашивается, значит, фонд рабочего времени в производстве сокращается все время, уменьшается уже несколько десятилетий, а вот рабочий день так не сокращается. Почему? Потому что динамика рабочего дня, то есть времени, в течение которого работает каждый работник, зависит не только от динамики общего фонда рабочего времени в производстве, но и от численности занятых в производстве, то есть от количества рабочих, труд которых, собственно, и образует этот общий фонд рабочего времени. Так вот выяснилось, что происходит следующая картина. Значит, фонд рабочего времени сокращается, а численность занятых в производстве тоже сокращается. Точнее говоря, капиталисты его сокращают для того, чтобы увеличить прибыль. И в результате на одного рабочего приходится или столько же времени, сколько и до повышения производительности туда, или чуть-чуть поменьше. То есть темпы уменьшения фонда рабочего времени в производстве и темпы уменьшения рабочего дня, то есть количество времени, которое приходится на одного работника, совершенно разные. Значит, проблема в том, что капитализм последних десятилетий занимается сокращением численности рабочего класса. И поэтому сокращение рабочего дня, то есть времени, отработанного в расчете на одного рабочего, идет очень медленно. А в некоторых случаях происходит такая картина. Я вам должен сказать, что эта картина характерна для современной России. Или, точнее говоря, для нынешней России. Потому что эта тенденция не отвечает понятию современности, как времени, в котором утверждается господство позитивных тенденций. Так что происходит в современной России? В современной России общий фонд рабочего времени в производстве тоже уменьшается. Вот как в развитых странах. Но численность рабочих в производстве сокращается еще быстрее. Поэтому на оставшихся рабочих нагрузка трудовая возрастает. И поэтому рабочий день, рабочая неделя, приходящаяся на одного рабочего в нашей стране в последние десятилетия, увеличивается. То есть мы видим, что развитие производительных сил создает возможность для сокращения рабочего дня. А вместо этого мы получаем прямо противоположную картину. Рабочий день удлиняется в России, удлиняется рабочий месяц. А в конечном счете в этом году протолкнули увеличение количества рабочих сок, отработанных на протяжении всей трудовой жизни. Потому что планка возраста выхода на пенсию также повышается. Значит, мы, вот рассмотрев эту картину, рассмотрев эту динамику, дальше исследовали такую проблему. А вот сколько бы приходилось рабочего времени в производстве и не в производственной сфере на каждого трудоспособного, если бы было уничтожено разделение труда между людьми. То есть, если бы не было деления людей на большие группы, которые различаются по их месту в исторически определенной системе общественного производства, которые различаются в зависимости от того, за каким преимущественным трудом они заняты. Получилась очень интересная картина. Вот если бы все трудоспособные в экономически развитых странах занимались бы трудом таким образом, что сочетали в своей поседневной деятельности и труд в производстве, и труд в непроизводственной сфере, то на одного трудоспособного приходилось бы полтора от силы два часа производительного труда, то есть труда в производстве, в день. То есть, при полном коммунизме, то есть при уничтожении классов, уже сегодня каждый трудоспособный мог бы трудиться не более двух часов в день в производстве. А остальное время? А остальное время, значит, часть оставшегося времени была бы затрачена на труд в непроизводственной сфере, это по нашим расчетам часов пять. А остальное время, это уже вообще за рамками трудовой деятельности, как производственной, так и непроизводственной, это к сфере досуга. Вы представляете, какой был бы труд в производстве, представьте, вы трудитесь два часа и даже меньше. Это был тот самый труд, о котором говорил Владимир Ильич Ленин. Труд, как первая жизненная потребность здорового организма. Это первое. Значит, какой был бы труд в непроизводственной сфере, если этот труд тоже, так сказать, выполняется в порядке перемены, так сказать, в сочетании с трудом производительным. То есть он тоже охватывал пять часов, он был исключительно эффективным. Тоже была бы большая отдача. Ну и, наконец, как бы развивались люди в рамках досуга, то есть там, где они могли бы по своему усмотрению либо заниматься физкультурой и спортом, либо, так сказать, заниматься художественной самодеятельностью и так далее. То есть насколько люди бы лучше жили. И вот для этого все материальные предпосылки сформированы. В этом смысле можно сказать, что наша монография коллективная обосновала уже на цифрах то гениальное положение. Я думаю, что все-таки тогда шла речь о предвидении. Энгельса в антидюринге, который говорил, что предпосылки для свободного и всестороннего развития всех членов общества уже сформировались. Он больше имел в виду объем благ, которые могли идти в личные потребления и в производственные потребления. А вот мы выяснили, что уже и объемы рабочего времени сегодня таковы, что позволяют всесторонне и свободно развиваться каждому члену общества. Что же мешает этому утвердиться? Ну, мешает утвердиться этому капитализм. То есть погоня за прибылью. Потому что практика современного капитализма такая. Повысилась производительность труда, уменьшился фонд рабочего времени в производстве. Одновременно с этим происходит сокращение занятых в производстве. Так что на остающихся приходится все столько же времени, а даже, может быть, и больше. И тогда вот те страхи, которые, так сказать, навевает буржуазия, что роботизация придет и все останется на улице, они вообще имеют под собой определенное основание. И люди начинают бояться роботизации. Вот мы показали, что на самом деле надо бояться не роботизации, не технического прогресса, а использования результатов этого технического прогресса для максимизации прибыли. Используем результатов этого технического прогресса вопреки интересам рабочего класса. Потому что если бы роботизация осуществлялась таким образом, что насколько сократился фонд рабочего времени, настолько сократилось и количество рабочего времени, приходящегося на одного рабочего, то есть настолько бы сократился и рабочий день, и рабочая неделя, то я думаю, что все бы мы только бы ждали и толкали бы всех ученых и организаторов производства, что давайте нам скорее роботов, потому что мы хотим жить лучше, мы хотим располагать большим количеством продукта, и мало этого, мы хотим располагать большим количеством свободного времени. Но вот капитализм, к сожалению, этому препятствует. Поэтому вот в таком прогрессивном направлении могут двигать развитие производительных сил только наиболее заинтересованы общественные силы. А кто именно? Да ведь сами вот рабочие, организованные рабочие своей борьбой, при помощи профсоюзов, могут добиваться и должны добиваться использования плодов современного научно-финического прогресса для цели развития работников. А не использование этих плодов против работников. Так что наша книга, она не рисует какие-то такие красивые картины будущего, она опять, так сказать, подводит к мысли, что улучшение положения рабочего класса, а значит и всего общества, в плане приближения к полному уничтожению классов, в плане обеспечения полного благосостояния свободного всестороннего развития членов общества, вот решение этой проблемы зависит от сознательно организованной деятельности рабочего класса и его союзников. Ну и, так сказать, когда эта идея будет осознана, я уверен, что она достаточно широко и массово, она превратится и в материальные силы, которые сумеют преобразовать этот мир и сделать его лучше. Вот замысел авторов этой книги был никак не меньше. Он как раз стоял в том, чтобы благодаря преобразовательной деятельности рабочего класса и его союзников сделать этот мир лучше. Вот насколько это удалось судить вам, уважаемые читатели. Книгу эту вы можете приобрести в фонде рабочей академии. Книгу